Всем привет, меня зовут Алла Глыва, я туристический эксперт и руководитель компании Турбар. Сегодня я приехала в еще один Срикорнерс отель. Посмотрим, чем он отличается от других. Интересный такой интерьер. Лобби-бар. Так, минимальная категория номера это комфорт номера от 27 квадратных метров, максимальное размещение 2 взрослых плюс 1 ребенок и большая часть номеров идет с видом на море. Так, санузел. Душ, неожиданно не на той стене, а прям как-то посредине. Здесь ванная. Один из отелей, где есть кайт-центр. Так, панорама-бар, где накрывают в течение дня снэки. Видите, какие молодцы, закрыли клеенка ввиду ветра. И вот этот красивый деревянный, это Dolce Vita, а-ля-карт ресторан, который работает вечером. Чуть дальше есть дайвинг-центр. Ну, смотрите, как все мило сидят и смотрят на море. Так, а это подогреваемый бассейн. Между зданиями. Начну рассказывать вам про отель именно с этого места. С локации сзади, напротив нас, находится Абудабаб. Это шесть островов, на которые возят на экскурсию. Есть такая экскурсия. Там можно встретить и дельфинов, и корову, и черепах. Поэтому такое достаточно знаменитое место напротив. Что касается отеля. Отель, ну, впечатление пустынное, скажу так, несмотря на территорию. Мне не совсем она комфортная, но, в принципе, плюс-минус везде чисто. Вот эти вот бассейны, которые перед основным зданием, они неподогреваемые. Есть подогреваемый бассейн между другими двумя зданиями. All-Inclusive стандартный. Есть несколько баров на ресепшн, у бассейна, кстати, и два на пляже. Пляж 1800 метров. То есть, если вы любите гулять вдоль пляжа, пожалуйста, ходи не хочу, гуляй не хочу. Вход есть как песчаный, так и есть, где поплавать и посмотреть кораллы. Мне, честно скажу, не очень понравился отель. Хотя номера симпатичные, да, небольшие 27 квадратных метров. Вопрос просто, вот номер один, сколько будет стоить этот отель. Зато это единственный, один из единственных, скажем так, буквально, по-моему, 4 кайт-станции. Или 5 всего по Марсаламу. И одна из кайт-станций находится именно в этом отеле. Есть тоже дайвинг-центр, поэтому, в принципе, если у вас цель поплавать, подайвить, покайтить или научиться чему-то из этого, то, в принципе, почему бы и нет. Русскую речь слышала только буквально у двух семей. Так в основном отдыхают иностранцы. Если вы все еще не понимаете, стоит ли вам лететь в Марсалам, стоит ли лететь в этот отель. И вообще, за какие деньги по сочетанию цены и качества хочется отдохнуть. Пожалуйста, мы к вашим услугам с удовольствием подберем и забронируем именно то, что подходит вам. Ну и подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новых обзоров.